Привет всем! Вы находитесь на канале Юлия и Счастливая и сегодня я продолжаю свою рубрику Вкусняшки от Юляшки. Сейчас мы с вами приготовим вкуснющий чизкейк. Для него нам понадобится Для нижнего слоя 100 грамм сливочного масла и 300-400 грамм печенья. Печенье должно быть, знаете, такое песочное, чтобы легко рассыпалось. Для следующего слоя нам понадобится полкилограмма творога, 125 грамм сметаны, 3 столовые ложки сахара и 2 яйца. Для украшения вы можете использовать что угодно, можете его вообще не украшать. Я хочу украсить чизкейк топпингом. Я взяла топпинг киви и топпинг клубничный. Также, возможно, я посыплю его порошком какао. Ну что ж, приступим к приготовлению первого слоя. В первую очередь нам нужно перемолоть печенье. Оно, в принципе, рассыпается очень легко, крошится. Можно его перекрутить на мясорубке, измолоть в блендере или просто потолочь, как это делаю я. Ну а масло мы ставим в микроволновку, чтобы ее немножко растопить. И ждем. Ровно за 30 секунд у меня растопилось масло. И сейчас мы будем выливать это все в нашу крошку из печенюшек. И тщательно перемешиваем это все. Теперь наша задача всю эту кашицу равномерно распределить на дно. Нижний слой из печенюшек готов. И, в принципе, я нанесла его вот так вот равномерно. Теперь приступаем к следующему слою. Следующий слой у нас из творога, сметаны, двух яиц и сахара. Сначала, конечно же, мы немножечко разминаем творожок. Чтобы он получился более воздушным. И, конечно же, творог должен быть жирным и в то же время немножко суховатым. То есть, если вдруг с творога капает какая-нибудь сыворотка, вы должны его отжать, чтобы не получилось киси-меси. Я потолкла творожок и у нас не осталось ни одного комочка. Сейчас мы вбиваем одно яйцо. И секунд 20 взбиваем биксером. Теперь добавляем снова еще одно яйцо. И опять взбиваем. Теперь мы добавляем 125 грамм сметаны. И опять взбиваем. Далее я добавляю 3 ложки сахара. И опять взбиваем. Ну что ж, начинка для творожного чизкейка готова. И мы сейчас сюда ее вольем и равномерно распределим. А теперь я отправлю чизкейк в духовку, разогретую на 160 градусов. И оставлю его вытекать. Вот такой вот получился у нас чизкейк. В духовочке он провел примерно около часа 360 градусов. Далее я добавила, немножко делала огонь побольше, чтобы взялась корочка. Внутри он протекся. Я его порезала немножко на такие части сразу. И сейчас будем его украшать. Ну что ж, если вам понравилось это видео и понравился мой рецепт, обязательно ставьте лайк под этим видео. Делитесь этим видео с друзьями. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А с вами была ваша Юлия Счастливая. И всем пока! Запах просто обалденный. Стоит на всю квартиру. Наверное, сейчас ко мне прибегут соседи и будут просить кусочек моего чизкейка. Не, 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 пойдет, да. Смотри, смотри на нее. Ушла. Няш, нельзя так делать. Да, конечно, чизкейк классный. Главное бабушке оставить. Ну вот за один пересец мы половину съели. Останавливаем половину с бабушкой. Притом, так интересно, не хочется оставлять это дело. Хочется снять и съесть весь. Он легко идет. Ну да. Ну что, съедим еще по кусочку или нет? Нет. Оставим ровно половину на завтра, да? Угу. Чтобы утром с бабушкой мы все съели. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...